В Баранычах прошло рабочее совещание по вопросам поставок отечественной плодовочной продукции на внутренний рынок с представителями торговых сетей и фермерских хозяйств Столинского района. В Баранычах началась установка детских игровых комплексов. Как сообщалось ранее, всего появится 14 объектов. На базе Центра компетенции современных технологий в швейном производстве проходил областной открытый конкурс профессионального мастерства по профессии швея. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». 22 апреля на связи с гражданами выйдут представители власти. Традиционно звонки принимают с 9 утра и до полудня во всех исполкомах страны. Так, с населением Брещиной пообщается заместитель председателя Брестского областполкома Дмитрий Городецкий. По вопросам оказания услуг бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса, защиты прав потребителей, работы организации промышленности, в том числе, своевременности выплаты заработной платы, развития науки и инновационной деятельности, обращаться по телефону 8 0 162 26 99 26. С жителями Барановичей диалог будет вести замглавы города Вадим Щербаков. 65 03 45 В Барановичах прошло рабочее совещание по вопросам поставок отечественной плоды овощной продукции на внутренний рынок с представителями торговых сетей и фермерских хозяйств Столинского района. Фермеры высказали пожелание реализовать в этом году порядка 20 тысяч тонн овощной продукции. Подробности далее. Государство готово работать с фермерами и закупать продукцию для внутреннего рынка. Такая информация прозвучала в рамках рабочего совещания по вопросам взаимодействия местных производителей плода овощной продукции и представителей крупных торговых сетей в Барановичах. В заседании, которое прошло под председательством заместителя премьер-министра Леонида Зайца, приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия марта губернатора Юрия Шулейко, мэр города Михаил Баценко. К мероприятию присоединились фермеры из Столинского района, выращивающие овощи и фрукты. Отмечу, это вторая встреча вице-премьера с фермерами Столинского района. Она стала своеобразным продолжением начатого полтора месяца назад разговора. В этот раз участники обсуждали объемы, виды продукции и срок ее поставок в торговую сеть. Цель нашего визита сюда – в близких экономистских интересах производителей плода овощной продукции с торговыми сетями. Ведь эта продукция должна лезть на интервалке наших потребителей в Республике Беларусь. Здесь вот идет импорт и замещение. Дальше мы его возили в Республику Беларусь, ранее капуста, морковь, зерпу и так далее. Есть возможности фермерских хозяйств Столинского района заместить этот продукт на наше отечество. И мы сегодня обсуждали цену, какие объемы, какой вид продукции, какие периоды времени, начиная с июня по август, могут произвести фермеры. В этом совещании принимали участие торговые сети нашей Республики Беларусь, которые тоже заинтересованы в том, чтобы эта продукция заложилась с Республики Беларусь и вложилась на продовольственные вилалки наших потребителей. Фермеры высказали пожелание реализовать в этом году порядка 20 тысяч тонн овощной продукции. Капусты ранее в июне предполагается поставить с 3 тысячи тонн и 10 тысяч тонн в июле. Также потребителям будут поставлены ранний картофель, свекла, лук. Цены на эту продукцию будут ниже импортных. Вместе с тем в Столинском районе, где выращивание плода овощной продукции для многих является семейным бизнесом, существуют проблемы с ее хранением. В центре внимания также вопрос строительства теплицы и овощехранилищ. По словам Леонида Зайцев, в межсезонный период в Республике недостаточно производится огурцов и томатов. Учитывая накопленный практический опыт, в том числе столинских фермеров, имеет смысл рассмотреть возможность оказания содействия в отделении банковских кредитов для строительства современных овощехранилищ, которые бы сохраняли качество продукции от поля до прилавка. В частности, будет сформирован перечень перспективных объектов, представленных фермерскими хозяйствами. Этот список будет рассмотрен в Министерстве сельского хозяйства и включен в программу аграрного бизнеса, которое предусматривает выделение кредитных ресурсов на беспроцентной основе. Кредит, согласно бизнес-плану, Банк развития выдаст на срок окупаемости объекта. К слову, в Беларуси отечественная плодо-овощная продукция представлена в торговых сетях в полном ассортименте и объеме. Если ранее та же свежая капуста, ранние картофель заводились по импорту, то сегодня мы понимаем, что те же сельхозпроизводители фермерского хозяйства Столинского района готовы уже в июне нам поставить свою раннюю капусту, в июле нашу раннюю молодую картошку. И по заверениям торговых сетей, которые сегодня приехали на встречу уже с подписанными договорами, с учетом вот этой информации, которую донесли до них фермерские хозяйства, торговые сети прекратят импорт данной продукции, которая будет приобретена, выращена на нашей земле. На межсезонный период 2022-2023 года был заложен рекордный объем отечественной плоды овощной продукции – картофель, свекла, лук, морковь, капуста, яблоки. На 1 апреля продукция стаффондов выбрана на 80%. К новому урожаю потребность в этой продукции возрастает. На сегодня очень востребованы белорусские яблоки. Президентам поставлена задача заместить завозные яблоки отечественными. В ближайшие 2-3 года необходимо заложить и 2000 интенсивных садов с поливом и теми сортами, которые нужны потребителям. Потребность в отечественной плоды овощной продукции на внутреннем рынке растет. Об этом заявил глава фермерского хозяйства Люберт из Толинского района Василий Гриб. Он в фермерстве почти 25 лет. В конце 1990-х начинал работать вместе с братьями и отцом. Сейчас у каждого свое хозяйство занимается выращиванием раннего картофеля, капусты, моркови, яблок. На данный момент ультраранней продукции уже засажено более 400 гектаров. В России экспортируем, а в Белоруссии у нас свои рынки, на магазины, рынки, то, что заказывают, так и продаем. Капусту мы залаживаем более 15 тысяч тонн на зиму, закладываем капусты, морковки 5 тысяч тонн залаживаем. Картошка у нас только ультраранная и все. И яблок тоже много, где-то более 15 тысяч тонн яблок на зиму залаживаем. Родственник Василия Гриба, глава фермерского хозяйства Альшаны Агро Николай Гриб тоже заинтересован в сотрудничестве с отечественными торговыми сетями. На этот год у нас, как бы, вообще нормально, планы те же самые. Площадь не уменьшается, остается на прежних. И мы не те, что там собираемся куда-то выходить из нашего рынка, там, чей на российский рынок или шок. В первую очередь свой рынок. Як-то стабильно, если он найдет бы продажи, все, то мы только за. По словам Нины Емельяновой, на подобные встречи в прошлом году в Столинском районе было много претензий от фермеров к сфере торговли, а от торговых сетей к работе с фермерами. Сегодня ни одной претензии уже не было высказано. Стороны нашли взаимовыгодные пути решения проблем. В Барянычах состоится профсоюзный прием граждан. На встречу пройдет 27 апреля правовой инспектора труда Брестской областной организации Белорусского профессионального союза банковских и финансовых работников Светлана Тарасевич. С 9 до 11 утра диалог будет вестись в Центре банковских услуг номера 130 по адресу улица Советская, 150, с 11.15 до 13.15 на базе Белвнешэкономбанка, сервисный офис номера 110, улица Советская, 82. Любой желающий сможет бесплатно получить консультацию профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся. Предварительная запись по телефонам 657715 и 670050. В Барановичах началась установка детских игровых комплексов. Как сообщалось ранее, всего появится 14 объектов. В течение двух недель все площадки будут установлены. Весна, пора обновлений, перемены к лучшему. Обновляются и Барановичи на дорогах города, большие изменения, преображаются и дворы многоэтажных домов. В частности, началась установка детских игровых комплексов. Как сообщалось ранее, всего появится 14 объектов, по два на территории каждого из семи жест Барановичей. Горожане сами определили дворы, где не хватает площадок для детей. На выборы был предложен 21 адрес. Оставить свой голос можно было в телеграм-канале Горисполкома. Напомню, оборудование приобретено за счет средств, собранных на осеннем городском субботнике. Всего 140 тысяч рублей. 19 апреля были завершены работы по установке детского игрового оборудования на площадке 50 лет в ЛКСМ-8. Идут работы на бульваре Бородинского, 9, дробь 1. Работники нашего предприятия провели благоустройство данной территории. Прозвлена подсыпка, установлен борт, установлен детское игровое оборудование. Если назвать, то комплекты детского игрового оборудования закупались все одинаковые. То есть 14 комплектов, которые приобретены, это будет игровой комплекс, это будет, получается, почалка-балансир, будет установлена песочница, две скамейки и две урны. Участие в установке детских игровых комплексов приняли и жители близлежащих домов. Мужчины и женщины, вооружившись граблями и лопатами, помогали в благоустройстве территории. Яркую современную детскую площадку оценили как дети, так и взрослые. В дворах много детей, много и сейчас потеплело. И хотелось бы детей с детьми побольше времени проводить на улице. И поэтому хотелось бы поблагодарить руководство города, которое создало для нас такую замечательную площадку для детей. Слышны довольные голоса мальчишек и девчонок. Популярностью у ребят пользуются детские игровые комплексы с горками, качели-балансир, песочница. Игровой уголок коренным образом изменил облик двора. Тут было вообще пусто, тут была какая-то скучная площадка. Тут только лазинки были. Лазинки, 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 и вот лазинки все, как сказать, лазинки две и песочница одна. Как-то неинтересно. Сочница разве была? Да, маленькая вообще. Неинтересно было. К слову, есть реальная возможность перебрести еще какое-то количество детских площадок. 50% затрат возьмет на себя Горисполком. Еще 50% средства жильцов. Установкой займется ЖРЭУ. Предлагается такой вариант всем другим жильцам, потому что мы знаем, что, естественно, что 14 комплектов это мало, то есть хотелось бы больше. Значит, те жильцы, которые изъявляют желание установить у себя во дворе, значит, предлагается такой вариант, что, так скажем, 50 на 50, значит, жильцы приобретают, ну, игровое оборудование, половину стоимость оплачивает, значит, Парановский городской использовательный комитет, половину жильцы, и потом общими усилиями, то есть эти тоже площадки будут организованы, будут установлены. Все благоустройство на себя будет брать, естественно, что ЖРЭС по месту жительства, то есть там, где эта площадка будет установлена. По словам Сергея Пятигорова, в течение двух недель все 14 комплексов будут установлены. Горожан призывают сохранить этот подарок в первозданном виде, чтобы площадка радовала не одно поколение барановичам. На вторых играх страны СНГ, которые пройдут в Беларуси в августе этого года, будет представлено 20 видов спорта, в том числе хоккей на траве. Для нашей страны дисциплина молодая, ее история насчитывает 45 лет, но перспективная. О будущем хоккея на траве и подготовке спортсменов рассказал председатель общественного объединения Белорусской федерации хоккея на траве Александр Якименко. По его словам, условия для занятий созданы в Минске, Орше, Барановичах, Бресте, Гомеле. В Беларуси четыре женских и три мужских клуба. Женские, в их числе барановичский текстильщик, показывают хорошие результаты и конкурентно способны. На базе Центра компетенции современных технологий в швейном производстве проходил областной открытый конкурс профессионального мастерства по профессии швея. В состязании приняли участие учащиеся учреждения образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднеспециального образования. Конкурсанты за шесть часов должны были выполнить задание по пошиву блузы женской – соблюдение всех технических условий. Кроме этого, оценивалось качество пошива. Областной открытый конкурс по профессии швея среди учащихся учреждений профессионального образования прошел на базе Барановичского государственного колледжа технологий и дизайна в Центре компетенций современных технологий в швейном производстве. Место проведения состязания было выбрано не случайно, это лучшее учреждение образования в области и республике. А новейшее оборудование, установленное в Центре компетенций, позволяет проводить мероприятия такого уровня. Профессиональное мастерство продемонстрировали представители шести учебных заведений Юго-Западного региона, а также учащиеся Могилевской и Гомельской областей. В качестве практического задания конкурсантам был предложен пошив форменной блузы. Победители конкурса будут награждены дипломами Главного управления по образованию Брестского областполкома. Работы конкурсантов оценивала компетентная жюри – представители швейных предприятий города, среди которых работники Барановичской швейной фабрики, БПХО и другие. В рамках мероприятия участники также посетили музей боевой и трудовой славы имени 44-й гвардейской Барановической краснознаменной стрелковой дивизии и музейную комнату волонтерского движения, которые расположены в общежитии колледжа. Конкурсы профессионального мастерства – это колоссальный труд, который требует концентрации воли, внимания, душевных и физических сил, определенной смелости от каждого участника. Хочу отметить, что ребята все достаточно хорошо подготовлены и на протяжении всего конкурса демонстрировали нам эти качества. Вообще подготовка к таким конкурсам – это ежедневная работа на протяжении нескольких месяцев. И такие конкурсы дают возможность раскрыть профессиональные навыки ребят, личностное качество, а также возможность отстоять честь учебного заведения. По результатам конкурса дипломы участников получили Бобруйский технологический колледж и Брестский колледж легкой промышленности. Диплом третьей степени разделили Пинский колледж техники и технологии и Гомельский колледж бытового обслуживания. Второе место у представителей Брестского колледжа сферы обслуживания и Ивацевичского аграрного колледжа. Лучшие из лучших – Барановический колледж технологии дизайна и Кубринский колледж сферы обслуживания. В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока на кладбище Русино перед Днем памяти Радуницы с 17 по 21 апреля на маршруте номер 1 база ОПС кладбища Русино задействованы автобусы особо большой вместимости. С 22 по 25 апреля на маршруте номер 21 улица Красноармейское кладбище Русино с 9 до 16 часов будут курсировать дополнительные автобусы в интервале 15-20 минут. 25 апреля на остановочном пункте Родничок остановка автобусов производиться не будет. По избежанию массового скопления людей в день празднования Радуницы автопарк просит жителей города заблаговременно посетить кладбище. 25 апреля кладбище Русино рекомендуется посетить на общественном транспорте. Вниманию владельцев личного транспорта с целью избежания автомобильных пробок и неудобств с парковкой автомобилей в районе кладбища Русино рекомендуется осуществлять поездки на личном транспорте 25 числа после 3 часов дня. Остановка автомобилей на обочине дороги в районе кладбища будет запрещена. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова